МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основная тема – выконание заказчиками об обязательство по терминах и якости будовництва жилья. Станом справ у Галине потекавился Олег Синцеров. Только у Гомеля селета планует создать эксплуатацию около 100 тысяч квадратных метров жилья. Правда, просто побудовать сегодня уже недостатково. Необходно заработать это вызначенный термин, якостно и пожадано с наименьшими затратами, что напрямую уплывая на кошт квадрат. В городском управлении капитального будовництва кажут, что это реальные планы. После ляки мрази неких значных проблем с боку будовников никто не огучивает. Максимум, одинное питание – кадровое. В разговоре с журналистами учить думка по якости работ молодых специалистов. Профессийная подрихтовка, сдаётся не дрянная, але жадание працевать с полной отдачей надзирается не во усих. По этой причине до речи. После обовязковой отрасывки новые договоры, с не которыми просто не заключаются. У речи для будовнищих организаций сегодня головно иметь постоянные заказы и продавать квартиры, что мое на увазе якость и прямальный для населенства себе кошт. Где-то в районе 7 миллионов. То есть дом от дома они отличаются, потому что есть инженерная подготовка разная, конструктивный набор квартир отличается, но в районе 7 миллионов. Где-то вот такая цена. Если брать средний класс и площадки какие-то в более лучших местах, то это в районе 10 миллионов рублей. То есть 59-й, Барыкино, вот мы сейчас будем начинать, цена выше 10 миллионов не пойдёт. Разом с тем, у Гомском городском управлении капитального будовництва означает той факт, что некоторые квартиры не знаходят покупников навык по практично бюджетному коште у 7 миллионов 600 тысяч рублей за квадратный метр. Махчимы, это связано с отсутствием социальной инфраструктуры, каля таких новобудовлев. Махчимы, есть некие инши причины. Разом с тем, подчас проведения грачей линии у Комитета Державного контроля у Гомской области в значных зубах же горы регионы не выказывают. Некого цикавить ситуацию с ценоутворением, калей двухпокаевые квартиры, то не за одна покаевую. Некто все-таки знайшел невеликие будовничные недопроцовки. У Комитета Увуголь означает, что в управлении с 2014 годом, калей на Гомичине, означались долгобуды, а на якость работ скарги регистровались сотнями, ситуация значительно изменилась у Лепши Бок. Делаем мониторинги по окончанию кварталов обычно, объезжаем дома и в последнее время проблем больших нет. Отдельные факты бывают, где-то какие-то недоделки. Но это редкое исключение, по большому счету. Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадио «Компания Гомель». У Гомелі принимают меры, как скаратить черги у поликлиниках. Адміністрация установок «Ховы здоровья» повинна забеспечить дяжурство отказных администраторов, обовязки яких будет выходить в тумаченне парадку медицинского обслугования и видео попереднего записи. Утым леку – празинтернет. Змены тучатся и графика работы диагностичных кабинетов и лабораторий. Тему протягне Евген Поболовец. Светлана Мишурова с Дашкой Елизаветой наведуюсь в поликлинику часто. Девчонцы два с половой годы и по восени треба исти у дитяший сад. С новой системой работы с пациентами, говорит Светлана, на проходжение пылных процедур необходимо не так шмат часу и окраней. Запись можно зарабить и празинтернет. У самой поликлинице прости у всех урочов без шарги. Я к педиатру все время по интернету записываюсь, к коколисту я записывалась по интернету. Всегда приходит подтверждение, что моя заявка прошла на мой электронный адрес. Мы все время приходим в этот день. Всегда карточка наша на месте, всегда мы к врачу приходим в наше время. Для тех, амельчан, кто не мая махчымасти зарабить запись по интернету, те просто не ведая, как это зарабить, организовано дяжурство отказных администраторов. Это загадчики филиалов, те их наместники. Керавнисту поликлиник треба забеспечить дяжурство отказных администраторов с 7-ми годин ранецы. Я не повинны тлумачить гамельчанам парадок медицинского обслуговывания и видео попередних записов у тем лику про интернет. До того ж проводятся тренинги про правила сносин с пациентами. Новые подходы у работе так само продугледжують организацию работы диагностичных кабинетов с 8 до 21, а клиника диагностичных лабораторий по индивидуальным графику, у некоторых поликлиниках реализуются и иншие формы работы с наведывальниками. Не требая краней самостоинно записываться на прием дорожных уральшоу у журнале, зараз можно свернуться у регистратуру и отримать один эталончик. Введен эталончик, который им позволяет схематично, мы распределили, хирурга именно в такой последовательности, каждому выдается, и он потом в этой последовательности будет проходить этих специалистов. И уже лист самозаписи ему не нужен, и время подбирать не нужно. Это удобная форма, причем у нас медицинские сестры, или если это сложно, учитывая наши четыре этажа, помогают санитарчике перенести карточку. В любом случае, хотелось бы сказать, что пациенты, если возникают конфликтные ситуации, должны обращаться к заведующим филиалами своих поликлиник, к заместителям заведующих. Это те люди, которые нацелены на решение их проблем. И они уже подумают, придумают, как разрешить ту или иную ситуацию. Я еще один из подходов до повышения якости и доступности медицинских обслугований насельства – пошук новых помешканев. До приклада, можно выкористовывать у якости поликлиник свободной площадь предприемствов альбо интернатов. Иснують и иншие варианти. Как временный вариант, это во всех микрорайонах такое было в 80-е годы в Волотове. В трехкомнатной квартире существовала поликлиника детская очень долго. Но надо найти вариант, вплоть до того, что возможно на первом этаже временно частник какой-то квартиры, который построил, сдаст в аренду под конкретные такие цели. И этот вариант надо посмотреть, посчитать, насколько он удобно варим. Это и иншие пропановы, яко специалистов, так и от грамадян, будут обовязково уличваться и реализовываться на практице в ближайшей перспективе. Евген Пабыловец, Игорь Марышенко, Пелера до компании «Гомель». Гомельский областный комитет БРСМ планует працу латковать. Гэтым летом 10 тысяч студентов. И они будут працевать у будовничих, выховавших, сельско-господарчих, экологичных сервисных отрадах у Беларуси и за ее межами. Первый сервисный молодежный замежный отрад уже отправился на летнюю працу. 26 человек уладковали в Аусероссийский детячий центр «Орленок» у Туапсе. Гэты студенты Белдута и университета имя Франциска Скарыны. Усе они до терминово сдали сессию и проявили активность у громадским житті ВНУ. Празмесяц их зменить новая группа. Усяго ж за межи Беларуси селят областный БРСМ плануя отправить 100 человек. И они будут працевать у Туапсе и на сельско-господарчих работах у Московской области. Это возможность не только заработать, но еще и познакомиться с новыми ребятами, показать себя, рассказать про свой вуз, про свою деятельность здесь на территории Беларуси. Ну и узнать, как их такие же сокурсники только из Российской Федерации, чем они занимаются, где они работают. У Агроградку Лукауя отбылось открытие районного фестивалю эстафеты «Гомельский район. 90 годов памяти, свету, добра и створения». Почас его проведения мероприемства и примеркованные до юбилея Гомельского района будут лазиться до конца года. На открытие фестивалю эстафеты запросили гоноровых жихаров, ветеранов Великой Чинной войны и працы, людей, которые унесли значную укладу развитию Гомельского района. Зараз на территории 14 населенных пунктов у Лукаусского сельсовета проживает 10,5 тысяч человек. Среди них 18 ветеранов Великой Чинной войны и 108 шмадзетных семьях. Для них тут створены усе умовы для полновартосного и комфортного життя. Яскравой концертной программой и ушанованием своих гоноровых жихаров у Лукаусский сельсовет урочисто открыл фестиваль эстафету, промеркованную до юбилея Гомельского района. Наше мероприятие, старт акции подготовлен своими силами на сцене представителей всех трудовых коллективов, учреждений, организаций, расположенных на территории у Лукаусского сельсовета. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимает участие в этой акции, всем, кто поддерживает нас всегда во всем, во всех наших начинаниях. На протягу года мероприемству фестивалю будут поддерживать предприемства, организации, установы и населенные пункты, размещенные на территории Гомельского района. Что с собой уявляет один и Украине инновационно-аддукационный центр безопасности життя деятельности? Про это у черговым выпуску программы «Добрый вечер, Гомель» расскажет начальник отдела профессийной ориентации и пропаганды безопасности життя деятельности Лицея при Гомельском инженерном институте МНС Денис Круг. Телеглядачы доведаются, что больше за все захапляет наведывальника у центра, а так само, какая перспектива чекает навученца у Лицея. Гастями студии станут и удельницы Гомельской танцевальной студии «Фламенко». Они расскажут, чем их так привабливает танец и поделятся своим творчим опытом. Глядите передачу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 19.30 на телеканале «Беларусь-4». На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире.